МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За все и всегда нужно платить. Мы можем назвать множество поводов раскрыть свой кошелек. Однако мошенники владеют этой информацией лучше. Как уберечь заработанные рубли? Об этом наш следующий сюжет. Кризис вызывает страх и недоверие у большинства жителей нашей страны. И это вовсе не удивительно. Совершенно не обладая азами финансовой грамотности, первые проблемы появляются едва ли не на следующий день. Однако существует интересная теория, что критис – это не беда, а повод для новых возможностей. Именно на эту тему поговорили молодые экономисты КФУ на молодежной конференции по финансовой грамотности. Постоянно наша жизнь окружает финансовые механизмы, финансовые инструменты. И не зная их, человек не может хорошо жить, благополучно жить. И наша цель – сделать так, чтобы люди были финансово грамотны и умели правильно использовать свои финансовые инструменты. Финансы окружают нас повсюду. Это факт. Умение распоряжаться денежными средствами действительно является не только требованием ко всем специалистам, но и практически каждый день пригождается в повседневной жизни. Человек, который никогда не слышал о финансовой грамотности, обязательно столкнется с рядом проблем. Чревато тем, что люди будут совершать огромное количество ошибок. Жизнь не будет, будем говорить, такой спокойной, умиротворенной, потому что все проблемы из-за незнания, из-за непонимания действующего законодательства. Уникальность проекта действительно многогранна. Ведь теперь молодые люди, вне зависимости от будущей профессии, смогут открыть для себя основы предпринимательства и получить именно те знания, которые непременно пригодятся в их будущей профессии. Адель Шамилова, Руслан Урозаев, Универньюз. О чем рассказывает Всемирная сеть сегодня, предлагаю узнать в нашей традиционной рубрике Веб-Ньюз. Татарстан признали одним из наиболее технологически развитых регионов Российской Федерации. Специалисты отметили в Татарстане Академию наук Республики, Казанский научный центр Российской Академии наук, Технополис, Химград и Иннополис. По словам авторов исследований, в регионе сосредоточены высокотехнологичные предприятия – автомобили, авиа, суды и двигателя строения. Крупнейшая нефтяная компания мира заинтересована в разработках КФО. Делегация компании посетила Казань и приняла участие в круглом столе, посвященном сотрудничеству России и Саудовской Аравии в сфере нефтедобычи. Редакция «Энтер» провела исследования на самые популярные места в Казани, опираясь на хэштеги в социальной сети Instagram. Первую строчку рейтинга заняла мечеть Кушари, второе и третье место заняли Казань-арена и Казанский Кремль. Замыкает список театра «Куклы-океат» с отметкой в 541 хэштег. Запускается рейс из Казани на Гоа. Полеты на популярный индийский курорт будут осуществляться в зимнем сезоне. В Татарстане ожидается эпидемия опасного гриппа Гонконг. По словам врачей, самой эффективной мерой профилактики является вакцинация. В настоящий момент в Татарстане привито против гриппа почти 830 тысяч человек. В Казани откроют город роботов. С 27 октября по 27 ноября в торговом центре «Мега» посетителей ждут 52 робота, среди которых роботы-гуманоиды, герои кинофильмов «Звездные войны», а также другие достижения инженеров со всего мира. Создатели первого казанского фильма о зомби «Верион» выпустили трейлер. По сюжету Россия охвачена неизвестным вирусом «Верион», который превращает людей в зомби. Молодая девушка, ее брат-подросток и их случайный попутчик покидают зараженную Казань в поисках лагеря «Феникс». Казанский флэш-моб «Авними Кремль» стал победителем премии «Золотой пазл-2016». Напомним, в состоявшемся 8 августа 2015 года флэш-мобе приняли участие более 2000 человек. В Казанском федеральном прошло празднование сразу двух важных событий – Дня механики и Дня рождения выдающегося профессора Михаила Нужина. В честь этих событий состоялась целая плеяда мероприятий. Смотрим! Самая короткая дорога от улицы Пушкина к университету знакома тысячам студентов. Сейчас по ней идет новое поколение, и первое, что их встречает – памятник Михаилу Тихоновичу Нужину. Но кто такой нужен, знают не все. В истории Казанского университета Михаилу Тихоновичу Нужину личность уникальная. Сначала студент, аспирант, а потом и преподаватель, декан и 25 лет – ректор университета. 21 октября, в день рождения Михаила Нужина, руководство университета, преподаватели и друзья ученого возложили цветы к его памятнику. В этот день об известном ректоре, учителе, наставнике говорили много добрых слов. Память о Нужине провели целый ряд мероприятий. Студенты из Казани, из Москвы писали в научной библиотеке Лобачевского олимпиаду по сопротивлению материалов. Сегодня мы ездили на могилу к Михаилу Тихоновичу Нужину Нарвское кладбище. На олимпиаду в день памяти профессора Нужина по сопротивлению материалов приехали студенты из Москвы, Перми и Санкт-Петербурга. Более четырех часов студенты из разных вузов решали задачи и скрупулезно вписывали свои решения. В олимпиаде по сопромату я участвовал в первый раз и в принципе было несложно, но я не знаю, насколько правильно я сделал свои задания. Хотя результат олимпиады пока еще неизвестен, студенты знают одно. Благодаря огромному вкладу Михаила Нужина существует и развивается современный альмаматор. Именно при ректоре Михаиле Нужине были построены корпуса, в которых учатся студенты и по сей день. Анастасия Иванова, Руслан Урозаев, Ленардо Влитяров, Универ Ньюс. 20 октября прошел четвертый фестиваль «Телелестница». Студенты высшей школы журналистики представили свои лучшие видеоработы летней практики. Как это было, смотри в сюжете Дианы Шиловой. 20 октября прошел четвертый фестиваль летней практики «Телелестница-2016» в формате премии. Решили сделать в формате премии, потому что мы считаем, что если студента наградишь, то он в следующем году, я так думаю, это наше общее мнение, что он будет еще больше работать, будет еще стремиться к совершенству и, естественно, возможно, в следующем году снова победит. В этом году студенты с первого по третий курс бороли за победу в 12 номинациях. Таких как «Быстрый старт», «Лучшая работа в кадре», «Стремление к совершенству», «Самые честные ведущие», «Собственный проект», «Лучший оператор», «Монтажер» и многие другие. Смогли отличиться не только победители и участники фестиваля «Телелестница», но и новоиспеченные первокурсники, которые только начали свою учебу в высшей школе журналистики и медиакоммуникации в этом году. Они представили комическую нарезку из своих самопрезентаций, чем смогли поднять настроение не только студентам, но и членам жюри. «Быстрый старт» повторит некоторую фразу известной цене ведущей. «Я известная цене ведущая, я сказала, я не понимаю тех людей, которые идут по жизни без цели». Гран-при фестиваля и презрительские симпатии достали студентки уже третьего курса Анастасии Ивановой с работой «День памяти и скорби». Уже больше года Настя работает в качестве корреспондента на Универ ТВ. И, как говорит она сама, для нее это еще один толчок к своей цели. «Я не ожидала, что получу сразу три приза, приз зрительских симпатий и приз за сюжет, который вот как раз сделан на Универ Смотри. Мы снимали этот сюжет в 4 утра, шли по миллениуму, и это было для меня ново и интересно. Я считаю, что это очень круто, когда человек получает по заслугам какие-то призы». «Телелестница» – это отличная возможность проявить себя, показать то, чему ты научился за годы учебы и к чему так упорно стремишься. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюз. В Поволжской академии спорта прошло два матча чемпионата ассоциации студенческого баскетбола Лиги ВТБ, где академия спорта сразилась с командой из Кирова. Как прошла игра и с каким результатом закончился матч, узнаем в сюжете. Продолжается чемпионат ассоциации студенческого баскетбола Лиги ВТБ сезона 2016-2017. 20 октября Академия спорта одержала первую победу с командой Вятского государственного педагогического университета из Кирова в домашнем матче студенческой Лиги ВТБ со счетом 159. А 21 октября прошел второй домашний матч, где до второго периода команда Академия спорта проигрывала, а в третьем периоде сравняла счет и даже начала обыгрывать соперников. В результате победу одержала казанская команда со счетом 84-73. Вчера немного, даже сказала бы, очень хорошо пошел бросок, и поэтому мы выиграли с такой большой разницей. Это было предсказуемо, что сегодня не будет такой легкой игры, как вчера. Нужно очень хорошо видеть соперника, действия соперника, относительно их выстраивать какие-то свои действия. Игроки команды в ближайшее время посетят Москву, Киров и другие города, где сыграются студентами разных вузов и посоревнуются за лидерство в турнирной таблице. Всего в сезоне студенческой лиги ВТБ участвуют 16 команд из разных городов России. Анна Глазнова, Андрей Бугаудинов, Универньюз. Обретение Казанским университетом статуса вуза федерального значения открыло новые возможности для подготовки специалистов в СМИ. Теперь у молодых журналистов и их преподавателей появился целый ряд важных задач. Справляются ли? Ответ дает Аделя Шемилова. 21 октября в стенах Казанского федерального стартовала ежегодная научно-практическая конференция с молодыми журналистами КФУ. Конференция «Информационное поле современной России. Практики и эффекты» давно стала традиционной. Она отлично способствует повышению качества подготовки будущих журналистов. В заседании приняли участие не только студенты, но и профессионалы в области массовых коммуникаций. Открыла конференцию зампредседателя Госсовета Татарстана и председателя Союза журналистов Рима Ратникова. Мы считаем со своими чертами такими медиасфера наша в Татарстанской. Но в то же время мы понимаем, что в каждом субъекте Российской Федерации свои возможности для выживания и развития. И сколько субъектов в России, столько и практик. Собственно говоря, мы их, наверное, и собираемся обсуждать. Эту встречу заслуженно можно назвать насыщенной и дискуссионной. Они обсудили воздействие на аудиторию в контексте современных общественно-политических и социальных реалий. И еще многое другое. Конференция стала трибуной для конструктивного диалога по проблемам не только для журналистов, но и для их многочисленной аудитории. И, кстати, задач, которые придется решить современным редакционным работникам, действительно не счесть. Адель Шамилова, Руслан Урозаев, Универньюз. У меня на сегодня все. Оставайся в курсе самых свежих новостей студенческой жизни с командой Универньюз. До встречи! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА